И всем привет, пузатики! С вами снова Геймпшот, и мы начинаем играть на TechnoMagic Draconic DTM. Draconic TechnoMagic. Короче, да, уже прошло полгода с предыдущего сезона, и тут я уже начал играть с донатом. Короче, донатер Арти... Артём Профит 1, также Реакл Бест, его друг, и Реакл Бест позвал меня сюда играть. Короче, я вот тут вот играю. Да, это просто офигенно с донатом играть, когда у тебя есть и КВГ, и КВП, и всё, уже тут материя. Также он купил якорь Артём. Спасибо ему за это огромное. И... Ну и, короче, поехали. В этом сезоне я уже буду больше заниматься ботанией, чем остальными модами, так как я практически в любом этом практически все моды задействовал, начиная от панелей, так же Индастриала, закачивая МЕ и ТД. Так, для начала нам надо скрафтить лепестковый алтарь. Так, о, близко слишком. Также ещё нужно два ведра воды, на всякий случай. Ну, не на всякий, а 100%, так как тут делаем просто вот так вот. Кстати, да, на ДТМ всегда ТПС такой. Кстати... Вот, когда мы начали играть, я вот это, случайно вышел, и не мог зайти минут 10. Это было просто супер. Офигенно! Всё, закидываем 4 лепестка, получаем белый... А... Чистую маргаритку, точнее. Вот она. Также обкладываем всё это дело либо и булыжником, и камнем. Так, сначала лучше деревом. Ой, фу ты, зачем булыжником? Сначала дерев... Уже путаюсь, капец. Так быстро? Я в шоке. И деревом, и камнем. О, стоп, чё? Он сразу по два плавит? А-а-а, типа вот в чём его плюс. Понятно. А-а-а. У нас нет железной измельчённой руды. Лол. Найс просто. Так, всё, булыжника немного есть, но тут уж осталось просто подождать. Кстати, жаль то, что у меня нет ещё одной чистой маргаритки. Делал бы себе сразу два. Не, ну в принципе, сейчас поискать, посмотреть по миру. О, неплохо, когда рядом есть тиммейты, которые прогружают чанки. В принципе, я тут уже немножко добыл. Так, давайте ещё, в принципе, две скрафтим. А-а-а-а. Так, хоба. Блин, раз, два, три, четыре. Также семена зачинем. Пунь. Хоба. Раз, два, три, четыре. Пунь. Всё, готово. Найс, четыре маргаритки готовы. Блин, надо бы собрать. Да, в принципе, я тут уже, мы, точнее, блин, привык постоянно играть один. И говорю, я. Офигенно просто. Мы уже тут начали развиваться. Короче, мы даже нашли Тиму какую-то. Где там ну просто дофига. Вот серьёзно, дофига квантовых панелей. Это просто дичь. О, кстати, вот эта панель уже почти сделала иридий. Ммм, кстати, тут всего лишь девять тысяч. Неплохо, неплохо. О, зашибись. Тысяча семьсот материи. Так, сейчас мне понадобится... А, в принципе, тут уже есть самородки. Всё, найс. Так. Для этого... Ух ты, тут много чего из него крафтится. Чёрт. Мне понадобится вот это, распределитель маны хотя бы. Пункт. Всё, распределитель маны готов. Я сейчас понял только, что мне понадобится ещё немножечко живого дерева, так как одного такого этого не хватит. Так, по чанкам смотрим. Ладно, пусть будет где-то тут. Ох, жаль. О, во, уже делается. Так, давайте дождёмся немножко. Пункт. Сразу большое количество. Давай, доделайся. Ну же. Всё, найс. Так, из него мы сейчас сделаем бассейн маны самый обычный. Или тут нельзя самый обычный делать. палки. Давайте скрафтим хоть какой-нибудь. Да, обычный бассейн маны. Так, и нам сейчас осталось дождаться палки. Так, всё, в принципе, это сделалось в жизни дерева. Да, по идее, в слишком большом количестве он потом в будущем понадобится. Не забывайте об этом, пожалуйста. Так, и сейчас мне нужны хоба, хоб, хоб, хоба, и хоба. Посох леса. Всё. Он нужен для того, чтобы привязать. Вот так вот. Ну, в принципе, он бы и так шёл, но, в принципе, ладно. Кстати, у меня есть магнит, хихия, бой. Да, правда, чтобы его зарядить, мне пришлось создать вот энергетическую эту. Не ячейку, а энергетический зарядник. А так всё, большинство вещей от пид-спонсора. Да, в принципе, резы разделили. У меня всего лишь пб и наносет с улучшенным нано-жилетом. У него квант с этим. Я забыл название. А у спонсора вообще самая смешная. Ваджра плюс нанта. Офигенно. Сейчас лучше делать маслёны, так как маслёны ночью работают, и они делаются очень легко. только я не понял. А, послёны, послёны, блин. Послёны. Да, для этого нам понадобится всего лишь два чёрных, один серый и один фиолетовый. Тут интересно есть нет цветков. Надеюсь, у меня есть хотя бы один серый. так, два чёрных. Вот, два чёрных, потом, ой, не туда зашёл. Один серый и один этого. Дайте угадаю, он вот тут вот серый. Нет, а где все лепестки? Не понял сейчас, у нас что, нету? цветков. Они же были. О, фух, слава богу. Слава богу, они есть. Так, и один фиолетовый. Хорошо, просто у меня он тоже есть. Так, пунк, пунк. Да, я же говорю, сервер багает. Я стал скинуть только это. Чё? А, всё, нормально. Так, ещё он автоматически присоединяется, так что не бойтесь. Всё, гуд. Так, ещё один чёрный. Пунк, пунк, пунк. Только запомните, он днём не работает, послён. вот, как вы видите, он потихонечку набирает, как и дневной. Очень медленно. Очень-очень медленно. Теперь надо тупо ждать. Итак, вот, наступает день, и послённые уже начинают переставать работать. Для этого нам уже нужны дневной цветок. Делается он тоже легко. Вообще, два жёлтых, один оранжевый и один светло-синий. Так, давайте возьмём два жёлтых, один светло-синий и один оранжевый. В принципе, чё бы нет, по два будем делать. А чё б и нет. В принципе, это так, пунк, пунк, сразу в воду запихнули. Пунк, пунк. Ага, кто ж забыл, кто ж забыл, я ж забыл, я ж забыл. Почему я забыл вот это, я не знаю. Так, пунк. В принципе, можно просто вот так вот тоже выкидывать, он автоматически всё засчитывает. Ведро воды автоматически заполняется. И всё, в принципе, готовы два дневных цветка. Лучше, в принципе, эти тоже убрать, потому что они днём не работают, но забирают этот, и осталось только ждать. Опять ждать. И так, всё, мано-стекло полностью готово. Вы спросите, нафиг я его делал? А всё легко и просто. Я мано-стекло делал для того, чтобы получить вот эту линзу. Из неё делается таумометр. Так, давайте скрафтим два сразу. Так как я тут не один изучаю. Давайте напишем сразу, чтобы он зашёл. Да, потому что я тут не только буду ботанией заниматься. Как-никак. Но для начала тут надо скрафтить жизнь. Это земля плюс вода. Да, и только после этого мы уже можем основные начинать изучать что-нибудь основное в принципе. Так, по идее цветочки, там дерево и т.д. Вот так вот типа. Потом идёт сундук, по идее обычной. Но также нам надо Тауманомикон. Он делается легко и просто. Для этого нам надо всего лишь создать не понял. Не понял вообще сейчас. А, во, он по-другому создаётся. Вот такой вот набалдашник, а из него уже сделать обитый жезлом древесной этот жезл. Хоба! И Тауманомикон готов. Да, в принципе, я буду всё рассказывать подряд, чё бы и нет. В принципе, тут не особо ничего не поменялось. Как всё было, так и осталось. Ух ты, господи. Вот это кровавый след. Офигенно просто. Да, пусть они ману пока делают. Ничего страшного. Ребят, вот эта ферма тростника, она нужна, чтобы получать основные аспекты, потому что основные аспекты легче всего будет получать через тростник. Вот сюда засовываем это и всё, готово. Ой, тут уже сделалось иридий. Капец, смотрите, сколько предметов удаляется. Это ж офигеть. один иридий уже готов. Это уже прогресс к чему-то большему. Так, я чё-то хотел сделать, правда я забыл. Ха. Ха. Хм, а чё ж я хотел сделать-то? Ой, блин. Блин, вот не люблю такое, когда я чё-то забываю. Вот чё-то хотел сделать интересное, но забыл. Я же ради этого мольку даже остановил. А для чего, я не знаю. Найс, моя логика лучше всех. Просто и эффективно. Офигенно просто. Ну ладно, тогда запихнём сюда ещё один блок железа пусть делается, чё бы нет. Всё медленно делается. Так, ну в принципе, сейчас я посмотрю, что надо изучать для того, чтобы полностью открыть все аспекты и вернуть. Так, ну вот, я более-менее тут всё собрал, вот, пальцем, вот, забыл заблочить. Честно говоря, помню я или нет это. Короче, жизнь создаётся эта земля и это. Терра. Вот. Самое начало. Потом можно изумлять, изучать землю, тростник и т.д. Но, также дерево. Но, потом уже лучше стоит, вот, именно вот потому, что я покажу. Факел изучить, блок угля, стекло, люк, сундук, потом любой кристалл, без разницы, и тут потом бумага. Не понял, а чё бумага не изучается? духов. Ещё? А, точно, я забыл. Надо ещё потом сделать духов, после того, как вы это всё до сундука. Заходим сюда и берём вот такой вот крафт. Так, пердитё, плюс жизнь, смерть, потом смерть, плюс жизнь, дух. Всё. И теперь можно изучать по-моему на 100%. Также я не нашёл слизь и тёмную слизь. А, точно, блин, потом же надо ещё звери изучить. Зверь, обычный зверь, любое животное вообще. Блин, вот забыл тупо про два этого. Вот, допустим, курицу, ладно. Потом ещё лучше остальных зверей изучить, по идее в них тоже может попасться чё-то в них свои аспекты. Так, потом. И всё, идём, изучаем потихонечку. И как вы видите, я в каждом открываю что-то новое 100%. 100%. Хоть одно, хоть два. Пункт. Пункт. Вот если эта слизь подойдёт, то всё будет окей. В принципе, тут можно использовать меч. Нет, не подошло, жалко. Ну и всё. Осталось только два вида. Я забыл чего. Два вида... А, слизи. И всё. Весь таункрафт, по идее, будет практически открыт. Практически весь. Так, теперь можно изучать всё подряд. Вот, мировой якорь нельзя. Человека можно, сундук можно, его можно, потом, узи лауры можно изучать, стабилизаторы. Всё, что душа пожелает. Ну, то, что, конечно, можно самим таунном изучить. Вот, индукционную печь нельзя, мировой якорь тоже. Потом, генматерии можно, и это можно. Смотрите, сколько тут по стаку просто. Вот, КВГ нельзя, и это можно, и это можно, и это можно даже. Так, цветы, по идее, тоже нельзя изучать. Вот, зато можно грибы разные, цветы из обычного Майнкрафта ванильного. Также из ботании, по идее, соты можно, все виды. Потом, всё, что захотите. Практически. Кстати, особенно можно пробуждённую кирку изучать. Знаете, почему? Смотрите, хоба, следующий режим. Хоба, следующий режим, три режима. Чё? Чё ты выпал? Всё. Три режима можно изучать. Найс, просто. Так, поньк, поньк, там мономикон можно тоже изучить. А чё бы нет. Также стол исследования, магический верстак тоже можно изучить. Кто тут пьёт, чё? Ты чё пьёшь, алкаш? Стол зачарования, оближ копы, так, кстати, тут вообще можно всё подряд изучать, это же просто офигенно. Обсидиановый тотем, это. А, хорошо, теперь у меня будет хотя бы хоть какие-то небольшие запасы этих. Я забыл, как называется, правда. Но, аспектов. Небольшие запасы. Самое главное, небольшие запасы аспектов. В принципе, некоторые вещи можно подзаменить, не то, что как я делаю, именно обязательно эти. Так, вот по идее кожа. Кожа по идее можно заменить шерстью и верстаком. Также с бронёй кожа может заменить броню. Офигенно просто. Да, в принципе, можно вот так всё ходить и изучать. Всё просто good. Да, правда, сейчас нам мы столкнулись с такой небольшой проблемой, что у нас нету этого. Ух, я забыл даже название. Топливо для корей. Это очень-очень грустно. Кстати, тут из другого мода, вот, как вы видите, появилась вещь. Да, интересно, тут можно? Вот, видите, тут нельзя изучать. Можно только уся в инвентаре. Всё, что душа пожелает, только уся в инвентаре. Чё, откуда у нас три репликатора? Было же два. А? Воу. Ну, ладно, а я продолжу дальше изучать. Также, ребят, забыл сказать, то, чтобы огромный ритуал ещё можно изучить, чтобы было легче изучать Таун, он можно его сделать молекулярным преобразователем всего лишь с помощью одной вот такой книжки из Тауна Микона. Всего лишь за небольшую плату. Как вы видите, сервер дико лагает. Очень дико. В принципе, ребят, пока у нас якорь не рабочий, я решил сделать вот такую вот схему, сделал завод сплавов, две штуки, один другой делает также основной измечитель. Сюда песок положил, да, накопал, пришлось накопать, и всё готово. В принципе, это всё можно автоматизировать более-менее, не то, что я. Как Олюх Малудой, если честно, всё это сделал. Но, а, стоп, Ади. А, вот. Но для этого нужна ещё оловянная плотина, пластина и биомасса. Для этого нужен бродильный аппарат и что-то, что-то. А вот что, я не знаю. По идее, нужно скрафтить петогенку. Но, ей не так уж и удобно будет. Саженец. Надо будет посоветоваться, спросить, что лучше ложить. О, саженец тёмного дуба. Офигеть, он много. Да, саженец тёмного дуба нужен. Да, как вы видите, очень медленно всё делает, поэтому нужно его быстрее апгрейдить. А я не понял. Всё. творить добро, творить зло, делайся двухслойный конденсатор. Хоба. Так, куда быстрее и куда лучше. В принципе, можно ещё один, что бы и нет, чтобы этот делался быстрее. Да, правда, вот этот будет не успевать, но да пофиг. так, ну вот, друзья, немножечко я тут вот это поизучал и, короче, теперь я могу с лёгкостью сделать великодревесный стержень. Также мне понадобится немножко золота. Будем делать сразу золотой. Да, прошло уже много времени с предыдущей остановки. А, стоп, он же делается так. Всё. Найс. И, по идее, вот так вот, вот так вот, вот так вот, и какаха верни. Верни. Какаха. Что за какаха такая? Так, всё, он вернул жезл. Ещё просит ещё что-то сделать. Найс просто. Так, берём немножко ещё тогда золота. Я не знаю, зачем ему понадобилось это, хотя он же не изучил, по идее. эм, ну да, ладно. Он издевается просто. Ох, блин, сейчас её ещё заряжать надо. Заряжать, причём два раза, по идее. первый для того, чтобы сделать эм, эм, я забыл даже, как это называется. ух, ё-моё. Алтарь сам? А второй уже... А, не, по идее, на этот не нужен, он делается как раз-таки на алтаре уже. Значит, всё гуд. Ох ты, тут кто-то печку создал. Причём большую. Да, правда, вот сейчас летать по миру не очень охота. Но, после того, как уже будет этот, большая палка будет легче, потому что взял, собрал усы и всё. Найс, просто. А так, не особо. Ну, ладно. Вернусь, когда уже буду делать интереснее дичь. Итак, вот, ребятки, сейчас я буду делать скипетер. Да, я тут его изучил. Короче, я не знаю, зачем ему нужен он, но вот, пожалуйста, скипетер, где он, интересно, вот он. Он просто гений. Так, ну, в принципе, сейчас у меня всё есть уже для крафта. Ух, остался всего лишь магический камень, кристаллы и всё. Ну, магический камень сейчас буду делать. Так, магический камень. Делается он вот таким вот образом. Ау, щит. Это моя или его? зачем он взял мою палку? Так, всё. О, да, наконец, у нас будет тадам, руническая матрица. Чё? Чего? О, всё. Найс. А, там нужно сегодня было орда. Блин, как это жалко. А я это всё искал. А, господи. Сейчас ещё матрицу струить, а для этого нужно ещё камешек делать. Причём много таких камней. пуньк. Пуньк, да шо им всем от меня надо, будто я тут всё делаю. Так, ну и вот, в принципе, включаем матрицу, только она нифига не включается, потому что мне кажется, нужно вот эти пьедесталы хотя бы поставить. Хоть чуть-чуть. И что не так, я же всё правильно строю. Я ж всё правильно строю. Ну, магический кирпич. А, пьедестал, всё, спасибо. Спасибо тебе, Артемит, я забыл даже про него. Кстати, вот наш варпик, можете туда заходить. И, кстати, админ написал то, что сейчас можно руду один к двум делать. Так, что это не очень хорошо. И мы хотели один к трём, типа, самые вот эти жёсткие больше всех. Но он и получилось не фартануло. Итак, вот, ребята, я, короче, тут уже полностью практически подготовился, чтобы сделать палочку на 100-120-150 вис. Давайте запустим. Офигенно просто. да, всё идёт просто замечательно. И, кстати, тут, как вы видите, кристаллы можно использовать любые. Не обязательно нужны именно вот такие вот. И это самое лучшее. Вот один выпал кристалл. Уже два выпала кристалла. Ой, ой, тошнота. Ё-моё. Два кристалла выпало, как вы видели. В принципе, можно добавить на всякий случай. Всё. Найс. Кстати, тут стоит радио, надо бы его выключить. А то вдруг завторские права дадут. Это будет вообще печаль. Вот это реально будет печаль. Так, и всё. Осталось только золотые наконечники скрафтить. И, кстати, спасибо тиммейту, он тут, короче, понаходил, понадобывал узлы. И всё гуд теперь. И всё. На 100 есть. Это просто идеально. Пусть пока он лучше заряжается. Офигенно, не правда ли? Так, ну что, друзья, это был всего лишь первый день. Надеюсь, я завтра тоже буду снимать. Хи-хи. Господи, с этими очками я улыбаюсь. Офигенно просто. Увидимся, короче, завтра. с этими очками я реально улыбаюсь, прикольно. Итак, вот, наступил уже второй день. Мы тут вообще ещё сделали биг улей, также ну, типа такую схему. Ладно, допустим. Также купили сканер, Артём. Теперь у нас дофига железа. Всё, можете это сами увидеть. Хоба, 5600. Офигенно, не правда ли? 5600. И ещё молька плюс делает сейчас. Офигенно, жаль, то что дробитель медленно дробит, как вы видите. И для этого нам понадобится ботания. Я сейчас решил пока что сделать водогортензия. Для этого нужны синий лепесток и бирюзовый. бирюзовый и синий. А типа у меня всё, больше нету лепестков. Я же собирал, я помню. Что за фигня? О, всё, есть. Ну, по идее, 7 штук сделаем сразу по 7. Так. И надо бы сделать какую-нибудь красивую ферму ещё. Раз, два, раз, два, раз. А, семена. Почему я такой дурак забыл про семена? Ой, ну ладно. А, семена, я забыл их. А чё, типа нету никаких что ли? А, вот, всё. Фу, слява богу. Это я просто слепой. Ой, надо один убрать. Немного я не так сделал. И вот так вот. так же, пунь, пунь, пунь. По идее, вот так вот надо. И просто. Пунь, 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 пунь. Пунь, 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 пунь. Всё легко и просто. Правда, почему-то ведро уходит в первый слот. Что не особо-то и хорошо. И как оно вообще ушло? Сейчас же оно не ушло. А, всё, понял. Я его выкинул просто. И всё. Получились семь дагартензий. А, мне нечем защищаться. Help, please. А, стоп, они же меня не слышат. Я же их заглушил. Чёрт, чё делать? Так. Ух ты, тут уже крафт делают. автокрафт. Так, мне нужны полублоки. Полублоки. Делаются они хоть из чего? Давайте сделаем красивые полублоки. Тогда уж. Хоба. И есть чё там жители. Да, кстати, мне пришлось музыку приглушить. Не просто приглушить, а выключить. Потому что, ну, типа, эти авторские права. А в Майнкрафте ещё плюс мне пришлось выключить. Потому что жители. Там у нас жители. Я их пару штук привёл. Ну, как сказать, пару. Дофига, если честно. А, чёрт. У меня чё, нет кирки? Кирка. Где моя кирка? Ух! Ё-моё. Так, всё, кирка есть. Всё теперь хорошо будет. Короче, по мне лучше всего ставить 3 на 3, но можно 2 и на 2, но иногда он может забаговать и тупо сразу всё выпить. Что очень плохо. Стоп, а зачем я их сейчас поставил? И, кстати, почему-то они это, типа, они же должны стыковаться. они же а я даже не знаю. Ой, я кажется, забыл, как они по идее должны расти, что очень плохо. Ну, в принципе, делаем вот такой бассейн 3 на 3, с этой и с этой стороны. Есть, что, они сами будут автоматически подключаться. Чёрт. Там нету этого земли. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Чё-то я неправильно выстроил. Ладно, потом с другой стороны исправим эту ситуацию. Так, пунь-пунь. Всё заделаем. И теперь опять-таки так же заливаем ведром воды. Хоба. Кстати, есть ферма тут, и, короче, большинство из них работают на гурмарилисе. Но, по мне, это водогортензии тоже хороши, потому что им вообще ничего не надо. Вот так вот делаешь. Кстати, стеростали, по идее, если крафт не изменили, то можно кое-что сделать. Это, сейчас я вам покажу. Вот, овергроу сит, и, и он, короче, бесконечно дает расти всему. Всему бесконечно просто. Офигенно, не правда ли? Ах, замечательно. Ну и все, маны теперь смотрите, как быстро делается. Это куда быстрее, чем на этих, чем раньше было. Но тоже это еще не предел. Так, сейчас мне нужен посох леса, и какого-то лешего он исчез, где-то в этих сундуках. Черт. Аааа! Итак, все, нашел посох, и, короче, вот тупо смотрите на эту скорость. Офигенно, не правда ли? это шедевр. Да, жаль, потому что они будут медленно давать, но да пофиг, с якорем они будут хорошо. Сейчас, по идее, мы выводим мясистых пока что. Вот, мясистые потихонечку делаются, что не может не радовать, как-никак. Только сейчас развитую производим, потому что кто-то забыл сделать развитую. Кстати, смотрите, я нашел вот такого мега-жителя, который а, тут еще открылся, что? Который с помощью из пяти истинного кварца дает изумруд и за один изумруд продает истинный кварц. Неплохо, да? Офигенно. Кстати, он еще за алмазы изумруды продает. Это вообще неплохо. Да. Но сейчас нам нужно короче мана для мана стекла. Ой, это вообще очень-очень больно. Поверьте мне, я забыл, что из него надо скрафтить. Короче, сейчас надо скрафтить линзу скорости. Для этого нам понадобится, во-первых, мано сталь. Мано сталь. Во-вторых, унька. И всего лишь шесть штук сделалось. Хотя такая неплохая ферма, типа. и потом нужна руна. Для этого нужно руническое. Рунический этот. Кстати, откуда у нас есть алмаз? Никогда не подумал, что у нас будет алмаз. Давайте заодно еще скрафтим этот. Так. не то. Ну, типа. Тебя можно. И лепесток. Нету его. Ладно, возьмем из тебя. Чпоньк. и хоба. Все, он заполнен, как вы видите, если что, мана не уходит, потому что ей некуда уходить. И вот сейчас вот так вот берем, делаем, по идее, он автоматически будет все это поставлять, но иногда он багается. И также нужна лина воздуха. для этого нужно опять-таки мана, мана, мана. Еще мана пыль делается вот так вот. И на нее уходит куда меньше этого. Ух, я забыл название. Маны? Блин, всегда говорю маны и забыл слово мана. Найс просто. И также для него потребуется нам нить, перо и шерсть. Нитки есть, перо есть и шерсть. Есть. Все, одна штука. Ай. Нужно же ковер шерстяной. Хоть бы не из трех. Хух, из двух. Повезло. Вот прям впритык. И все, вот сейчас осталось тупо ждать. Пока будет делаться вот эта вся дичь. Офигенно просто. Как мы помним из предыдущего ДТМ, тут же нам нужен еще вот этот. Жизнь и камень. Не забываем об этом. Ни за что и никуда. Так. И все. В принципе, линза готова. Все найс. А что он забаговался? Все найс. в принципе, его можно вообще вот сюда поместить, но это не обязательно. Он всего лишь будет ускорять. Сейчас нам нужны ускорители, чтобы в дробителе быстрее делался. Сейчас я вам покажу даже крафт. Вот. Все прекрасно видно. На, держи, реакул. Ты у нас почти всем занимаешься. Осталось столько еще ждать. Итак, вот, ребятки, короче, прошло уже слишком много времени. Мы тут немножко развились. Я тут немножко доулучшил ботанию. Вот так вот сделал с водогортензиями. Жаль то, что высох. Ну, и в итоге половину бассейна маны мы точно сделали. Также, как вы видите, я вывел вис матку. Сейчас вы увидите на экране, в каком цикле луны она именно должна сделаться. Она, блин, делается вот это после перед полнолунием и после полнолуния. Вот, серьезно, только в этих. Я неправильно понимал, и, короче, три гребанных ночи я неправильно делал. И сейчас я создал инкубаторы для того, чтобы выращивать вис вичи личинки. Так как тут у нас вот этот вывелся ген самые плохие и поэтому пришлось вот так вот сделать. Да, если что, нужна питательная среда, можете всего лишь два инкубатора сделать и питательную среду. Все. Готово. И, в принципе, все. Вис труд не пошли. Да, есть что, вот эти 12, это тупо от вот этого инкубатора и вон того. Кстати, если хотите поменять узлы, то, ой, гены, то генетика вам в помощь. Кстати, вис пчела требует вот этот узел. Да, я его сделал зефирный адский и, как вы видите, тут происходит между первой четвертью луны и последняя четверть луны. Это, короче, перед полнолунием и после полнолуния. Это просто офигенно. Кстати, они тут уже практически полностью доделали ферму железа. Да, мы, короче, ролями поменялись. Я уже, я теперь пчеловод, а не тауматургист. Ну, в принципе, пиману я сделал, сделал. Не все новое. Да, офигенно просто. И, кстати, смотрите, вот в среднем у нас сделалось вот столько всего. Да, 26 сплавов, потом еще 22к железных, а, не, было 49к. Также железных блоков дофига, иридия дофига, и латекса. Латекс сделал ферму арте этот. Зачем они мне кинули ее? Я не понял. Офигенно просто. И, кстати, в итоге жители мы так и не смогли получить нормального. И, кстати, жители куда-то исчезли. Практически все жители. Вот серьезно. Практически все. Ни одного жителя не осталось, который бы выжил. Ладно, шучу. Два жителя всего лишь осталось. Вот. Этот и один пчеловод был, я помню. А, и пчеловод тоже исчез. Найс. Супер. Один житель остался. Офигенно. Ну, что ж, дорогие друзья, с вами был Game Shock. Это был первая серия, но второй день уже развиваемся. Офигенно просто. Кстати, также я тут сделал вот это. Добычу дерева, только почему-то кажется, что он вообще не добивает. Что странно. А, ну, блин, ёпта, он, конечно, не сможет вырасти из-за стекла. Офигенно. Кстати, в следующей серии, по идее, мы сделаем ещё больше всего. с вами был я, ReactBest и Артём Profit1. Всем удачи, всем пока, 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 пока.